Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В селе Нижняя Пёша продолжается строительство жилья для оленеводов. Как проходит процесс возведения объектов и когда планируют сдать дома? Что бы вы сделали в своем дворе, если бы у вас был свой дом? Съемочная группа телеканала Север отправилась в гости к садоводам микрорайона Сахалин. В первой городской школе завершился ремонт спортзала. Качество работ проверили учащиеся и представители власти в ходе товарищеского волейбольного матча. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. 24 августа в Наринмаре произошло ДТП с пострадавшим. В результате несоблюдения правил дорожного движения произошло столкновение двух автомобилей. ДТП произошло около 8 часов утра в районе поселка Искателей. Водитель автомобиля «Опель», двигаясь по улице Угольная в направлении улицы Дружба, поселка Искателей, при выезде на перекресток улицы Юбилейная Угольная не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу транспортному средству «Тойота». Автомобиль «Тойота» двигался по главной дороге и имел преимущественное право проезда. «Водитель автомобиля «Тойота» получил телесные повреждения. В связи с этим водитель автомобиля «Тойота» был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Ненинскую окружную больницу, где ему была оказана разовая медицинская помощь». В настоящее время по данному факту ведется проверка. Напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас и окружающих. И теперь об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1865 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1779 человек. За прошедшие сутки 20 человек. В регионе зарегистрировано 27 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 200 человек. Из них стационарное лечение получают 62 человека, а амбулаторная – 138. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Наринмаре стартовала ежегодная августовская конференция. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе она проходит в формате совещания с ограниченным количеством участников. Ежегодно во всех субъектах России перед началом учебного года проходят педагогические совещания. Ненецкий округ также принимает участие в таких собраниях. Я вас рад приветствовать на августовской педконференции. Она традиционная, и мы не могли ее отменить, даже несмотря на то, что находимся в очень непростых условиях эпидемиологических. Конечно, если бы все было по-другому, и сейчас вирус мы победили, то, конечно, бы мы собрались в большом зале, вы приехали бы не одни, со своими коллегами, учителями со всех школ. В сжатом составе на протяжении двух дней руководители со всех образовательных учреждений собрались на совещание с целью выявить проблемы, а также активизировать образовательный процесс. Мы проводим ее в обязательном формате, потому что необходимо с каждым из наших руководителей поговорить, рассказать о тех изменениях, которые нас ожидают в сфере образования, те перспективы, которые ожидают, как мы будем развивать каждое учреждение вместе с каждым руководителем. Конечно, у нас пройдут и отдельные совещания, чтобы наши руководители знали, какие есть вопросы по подготовке учреждений, как проводить учебный год. Главной задачей преподавателей и руководителей на сегодняшний день не допустить дистанционный образовательный процесс на территории региона. Дом – место, куда хочется возвращаться после учебы, рабочего дня или же из тундры. В селе Нижняя Пеша продолжается строительство жилья для оленеводов. Как проходит процесс возведения объектов и когда планируют сдать дома, расскажет Дарья Чупрова. Нижнюю Пешу можно назвать одним из крупнейших районных центров. Те, кто кочует, приезжают сюда закупиться продуктами, поправить здоровье в больнице. Так что строительство домов для оленеводов здесь очень важно. Работы здесь начались в июне 2020 года. Тогда дома подвели под крышу, сейчас завершают внешние и продолжают внутренние обустройства. Сделали недавно крыльцо, сейчас будут обделочные работы, будем обшивать все сайдингом, потом ставим двери, окно уже стоит. В рабочем коллективе конфликтов не возникает. Ребята трудятся дружно, вместе общаются. И это все своими силами. Не откуда-то кто-то приезжает, а именно своими силами. У нас рабочих хватает. Только для установки натяжных потолков приедут мастера из города. В Нижней Пёше такой вид работ никто не выполняет. Впрочем, сельская жизнь заставляет постоянно осваивать новые навыки и профессии. В общей сложности в настоящее время на объектах работают пять человек. Да, у нас сейчас в Нижней Пёше строятся для оленеводов дома. Наш колхоз Заполярье принял решение в прошлом году о строительстве этих домов. Мы строим три дома для оленеводов и один дом строим для специалиста. Вот эти дома у нас, скажем, из современных материалов, из СИП-панелей. Они безопасные, тёплые, экономичные в плане отопления. Вот я надеюсь, что к первому октября мы дома эти запустим. У нас оленеводы будут жить в комфортном условиях. Каждый оленевод получит свой отдельный дом. С кухней, комнатой, кладовкой, санузлом и продуманной отопительной системой. На севере с этим не должно быть никаких нареканий. Мало ли оленеводы, если куда-то поедут, в гости, в другую деревню. У нас для этих целей заливается система «Нет замерзайка». Строительство находится на контроле, чтобы потом не возникли вопросы и не обнаружились неполадки. Все материалы были завезены вовремя, так что сдать объекты планируется в срок. Уже совсем скоро оленеводы получат ключи и смогут отметить новоселье. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На протяжении нескольких лет в селе Несь происходит постепенное разрушение береговой линии. В опасной зоне расположены производственные объекты и дома, жители которых серьезно обеспокоены за будущее своего имущества. Александра Литкова расскажет подробнее. Так сейчас выглядит берег реки Несь. До мостовой и ближайших домов в некоторых местах осталось всего пара метров земли. Так она ближе-ближе, опасно уже подходить, он же все, обрушение-то происходит. Так вот, лодку уже три раза, наверное, перетаскивали, а у нее опять уже корма висит, скоро свалится вообще. Раньше вдоль берега проходила дорога, по которой ездили на транспорте. Сейчас здесь осталась только мостовая, по которой с трудом можно пройти. Ну, по рассказам свекрови, берег был далеко, а мне кажется, даже метров на 50 на том берегу это точно было. Но если улицы здесь были, праздники, гуляния были, так это просто масштабы, насколько берег подошел сюда. Особые опасения у жителей Неси за памятник регионального значения дома Коткиных, которому более ста лет. Всего в зоне подмыва и разрушения берега расположены семь жилых домов. Вопрос этот назрел очень давно. Ежегодно по 30-50 сантиметров береговой линии у нас уходит под воду. И поэтому жители, конечно, очень обеспокоены. Особое, конечно, волнение вызывает дом, который является историческим памятником. До него осталось чуть более двух метров. Поэтому мы очень надеемся, что проект очень быстро будет не только разработан, но и реализован. Для разработки проектно-сметной документации, для выполнения работ по строительству берега укрепительных сооружений, село посетили специалисты из проектного бюро «Волна». Подрядчики провели в Неси полный комплекс инженерных изысканий. По итогам их работы должно родиться проектное решение по берегу укреплению в нашем селе. На самом деле у нас более трех тысяч метров береговой линии нуждаются в укреплении. И 16 объектов попадают как раз в эту зону разрушения. Представить готовый проект по берегу укрепительным сооружениям согласно условиям контракта подрядчику необходимо не позднее 12 декабря текущего года. Цена разработки проекта составляет порядка 11 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Во сколько обойдутся непосредственно сами работы, пока неизвестно. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Как сообщается на сайте региональной администрации, первое мероприятие акции «Чистая Арктика» пройдет 6 по 8 сентября. От мусора будет очищена территория старой зверофермы в поселке Искателей. Сдвиг сроков проведения связан с погодными условиями. Записаться добровольцем и узнать подробную информацию о мероприятии можно по телефону 2-38-66. Снабжение волонтеров необходимым инвентарем, перчатками, мусорными мешками, а также доставку до места проведения мероприятия обеспечит Департамент природных ресурсов, экологии и Апоканао. На сегодняшний день свое участие в акции уже подтвердил ряд окружных организаций, органов власти и окружных добровольцев. Кроме того, помощь в уборке территории окажут волонтеры проекта «Чистая Арктика», которые приедут из центральной части России. Мероприятие организуется в рамках проекта «Чистая Арктика». Он будет реализован в период с 2021 по 2024 год и охватит все субъекты Российской Федерации, входящие в арктическую зону. Основная цель проекта – выполнение комплексных работ по ликвидации загрязнения окружающей среды по всей Арктике, в том числе в Ненинском автономном округе. Ночью с субботы на воскресенье в Наринмаре не будет воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Работы по капитальному ремонту водяного колодца в районе дома номер 5 по улице Ленина будут проводиться 28 августа с 22.00 до 6 утра 29 августа. Это означает, что будет прекращена подача холодной воды на центральную часть города. Улицы Влучейского, Первомайская, Оленная, Смедовича, Пырерки, Сопрыгина, Хатанзейского, Полярная, Ненецкая, Чернова, Победы, Портовая, Тыковылки, дом 9 и 11, Ленина, дома с 1 по 19. Не будет воды и в микрорайонах РСУ, Качгард, Эрбокомбинат, Хариверская, Лесозавод, Новый поселок. Больничный городок под отключение холодной воды не попадает. Участники форума «Ладога» предложили губернатору создать в регионе удобный онлайн-ресурс о мерах социальной поддержки. Инициатива была озвучена в ходе онлайн-встречи губернатора НАО Юрия Бездудного с молодежью округа. На форуме НАО представляют семь молодых активистов. В ходе общения молодежь озвучила губернатору вопросы различной тематики – о туризме, кадрах, резервном канале связи и авиатранспорте. А также отметили, что в регионе есть много различных льгот и мер социальной поддержки. Информацию о них активисты предложили собрать для удобства на одном онлайн-ресурсе. А также предложили губернатору усилить организацию работы по молодежной политике в каждом населенном пункте. Юрий Бездудный идею поддержал. У нас практически в каждом сельском населенном пункте есть спортивные сооружения. Это либо ФОК, либо спортзалы. И там уже есть инструкторы, которые занимаются организацией спортивных мероприятий. Мы сейчас прорабатываем возможность, чтобы эти же ребята, а это, как правило, ребята молодые, энергичные, еще и взяли на себя определенную нагрузку, связанную с организацией молодежки. В целом, вот здесь рядом находится Антон Пустовалов, мы с ним как раз совсем недавно проговаривали возможность дать, может быть, четверть ставки, полставки этому человеку, тем более он уже по факту и так занимается этой работой. Но действительно, если его еще пригрузить и молодежкой, то тогда у тебя, как у организатора, который находится на Ринмаре, будет возможность установить, как ты правильно сказал, правильный коннект с этим человеком и продвигать эту тематику. Да, конечно, такая возможность есть, и мы занимаемся этим. Что бы вы сделали в своем дворе, если бы у вас был свой дом, огород, клумбы, а может подделки? Жители микрорайона Сахалин не первый год стараются над тем, чтобы территория возле их домов не только была занята грядками, но и радовала глаз. В гостях у таких садоводов побывала наша съемочная группа. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Когда у тебя свой дом в частном секторе, преимуществ масса. Тут у хозяев есть место для того, чтобы либо заняться садоводством, либо украшением своего двора. Даже в нашем северном городе есть люди, которые не могут представить себе жизнь без цветов, поделок и рассады. Уже не первый год у нас проходит конкурс «Чистый двор, цветущий двор». Значит, мы ходим по домам, с жителями беседуем, кто какие цветочки посадил, у кого рябина хорошо растет, у кого елки. По итогам конкурса основную часть голосов получила два двора, куда и отправилась наша съемочная группа. Астры, бархатцы, рудбекия. И это далеко не весь список цветов, которые можно увидеть на клумбе у жителей этого дома. Выращиванием занимается супруга, а ее муж помогает с обустройством клумб. Но на севере есть свои сложности. Лето короткое, солнца мало. И поэтому-то вот она рассадой высадит дома, потом высаживает на грядочки или на клумбы. И вот так до осени поливает, все ухаживает за ними и вырастает. Красота какая. Наслаждаются выращенными своими руками цветами супруги недолго. Всего три месяца. Но забрасывать садоводство не собираются. А ухаживать, говорит Николай, не так и сложно. Но погодные условия все же сильно влияют. Небольшие цветочные посадки у их соседей не смогли пережить сильных дождей. Но зато у них остались поделки, которые были сделаны для внуков. На зиму их, конечно, убирают. Зато в теплые дни лета дети вдоволь могут наиграться подарками бабушки и деда. Ну, мельницу убираем в гараж, например, а заяц так и остается. Ну, вот эти мелкие поделки тоже все заносим, убираем. Потому что зимой здесь очень много снега. Все же поломается. Татьяна выращивает и клубнику с малиной, и морковку с картошкой. И говорит, что не понимает людей, у которых есть свой двор, но они ничего не выращивают. Даже несмотря на короткое северное лето, можно сделать так, чтобы территория твоего дома была красивой, а на столе стояли свежие овощи. В первой городской школе состоялся товарищеский матч по волейболу. Органы власти, а также школьники встретились и проверили на практике функциональность и безопасность обновленного физкультурного зала. Подробности смотрите далее. В новом зале еще перед игрой атмосфера весьма оживленная. Школьники разогреваются перед напряженной игрой. А ведь еще недавно в спортивном зале были обычные деревянные полы. Во-первых, зал у нас был, конечно, очень сильно издушен. Его, в общем, не ремонтировался он больше 10 лет. Понятно, что все многое износилось. И вот в текущем году были выделены деньги для того, чтобы, ну, наконец-то привести его в соответствии с теми требованиями, которые существуют. Новое покрытие, демпферное покрытие на стенах. И, в общем, эти работы были сделаны в течение июля-августа. Вполне успешно. Сегодня мы принимаем, как говорится, уже на практике. После долгожданного ремонта в обновленном спортивном зале собрались школьники, которые занимаются спортом. И для них модернизация спортивного помещения была очень важна. Ведь это их хобби, с которым они хотят связать свою жизнь на профессиональном уровне. Сегодня я первый раз в этом зале. И удивлена, на самом деле, потому что мне нравится, как выглядит, как он весь синий. И эти красные маты на стенах. Особенно мне понравился пол, потому что прошлый пол был деревянный. И иногда он царапался, а этот пол прям хороший. И интересно, как на нем будет играть сегодня. В новом зале достаточно хорошее покрытие. По словам ребят, оно не дает цепляться одежде, как это было раньше. Также в обновленном зале можно увидеть настенные протекторы, которые очень важны для предотвращения травматизма. Также уровень безопасности обновленного спортивного зала проверил лично губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Сегодня мы видим, что зал прекрасный. Но для того, чтобы понять, насколько хорошо здесь будет тренироваться, надо попробовать сами. И не случайно, когда приходил сюда пару месяцев назад, когда ремонт был в самом ранжере, сказал, что именно вы будете тестировать этот зал. А мы вот с ребятами, коллегами поможем вам. Товарищеский матч прошел на ура. Обновленный спортивный зал оправдал свои надежды. Ну а игра закончилась победой сборной команды школьников. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.